Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 1 декабря 2023 года и мы с изюминкой поздравляем вас с первым днем зимы. Уже скоро-скоро Новый год, с нетерпением его ждем. У нас шикарная погода, я показывала сегодня на улице в Ленинградской области. Хорошо, достаточно тепло, много снега и собачки даже наши с удовольствием гуляют, потому что сильных морозов сейчас у нас нет, где-то минус 6, минус 8. Изюма больно. У изюмочки сегодня, пожалуйста, первый день карантина после первой прививочки. Это какой-то кошмар, это бесячество. Фима, как всегда, доедает за изюмкой, изюмкину еду. Вчера изюмка ездила на первую прививку, актировку и я без нее реально очень скучала. Я настолько привыкла, что она два с половиной месяца живет вот здесь со мной на кровати вместе с ее мамой. Мама, кстати говоря, тоже искала изюмку, куда же она делась, просилась ко мне на кровать. Когда я ее брала, она не понимала, куда делался ребенок и очень рада была приезду изюмки вечером, так же, как и я. Пока изюмки не было, я успела связать вот такие красивые носочки для моей мамы и моей дочки. И мне очень понравился рисунок этих пинеточек. Я решила его повторить, так как первый носочек у меня получился не очень удобный, потому что вязала по мастер-классу первый раз и сделала 4 раппорта вот такого узора. Мне он очень понравился. Даже хочу рукавички сделать с таким узором. Ну, для ноги, например, так... Сейчас будем на кого-то ругаться! Эй, Гермиона! Гермиона! Ну-ка, тихо там! Гермиона! У меня в течке Гермиона. Мне пришлось ее поселить с маленькими детишками. И вот так она себя ведет. Она боевая у нас девчонка была выселена в соседнюю комнату. Дрались они там с Нюшей. Нюшу пришлось забрать сюда. Теперь Гермиона потекла. Мне пришлось ее брать в загородку со щенками от кобелей подальше, так как у нее течка. Такая ранняя течка в 6 месяцев. И она себя плохо ведет целыми днями. Вот кого-то пытается обижать. Я ее наказываю. Одним словом, война у нас идет с Гермионой. Маленькая и такая боевая. Прям кошмар какой-то. Нюша не такая, между прочим. Вот и сестры родные. И Генриета у нас абсолютно спокойная девчонка. Так, слезайте с меня. Хотела показать вот эту красивую модель носочков. Кому интересно, дам мастер-класс. Ну, вот 4 рапорта на мою пряжу. Это у меня Ализе, Лана Голд. Получились слишком маленькая вот здесь. Отверстие, большой подъем. Решила переделать на новой для меня пряжи. Открыла для себя шикарную пряжу с добавлением шерсти альпака. Вот такая милая, красивая альпака, у которой альпака, правильно ударение ставится на последний слог. И я нашла пряжу Ализе, Алпака, Роял Нью. Здесь в составе процент идет, так, процент альпака 15, шерсть 30 и 55 акрил. Но, смотрите, какая красота у меня получается. Сейчас отдам вам. Вот они обожают у меня рвать вот эти штучки. Но, что я хочу сказать, она пушистая, ребят. Она мягкая, пушистая, не колючая. И сделала вот уже повторно, вяжу носочек на 3 рапорта и буду сейчас вязать новый узор, костюм, свитер для собачек. Прочитала про пряжу от альпака. Альпака, как правильно она называется на самом деле, что даже 20% добавления шерсти альпака в альпака не склоняется. В пряже гораздо теплее будет, чем шерсть овцы. Альпака это семейство верблюдовых. Их вот так вот прикольно стригут. Они от этого не страдают. И их шерсть используется для вязания. Да, вот обожают они рвать у меня вот эти упаковки от ниток. Прямо игрушка. Шерсть альпака тонкая, но полая. И толщина от 19, начинается от 19 микрон. Он не содержит жира. Длина 10-20 сантиметров. Волокно очень прочное, легкое и теплое. Принято считать, что альпака в 7 раз теплее шерсти овцы. И понимая, что альпака живет в среде, где суточные перепады температуры колеблются от плюс 30 до минус 30 ночью, есть предположение, что в одежде и шерсти альпака будет комфортно и в тепле и в холоде. Вся альпака гипоаллергенна. Вот это очень важно. Я сейчас очень много купила альпака. Мне очень понравилось вот это вот, кстати говоря. Единственное, мало расцветок я покупала в Озон. Так. Я хочу зачитать про эту пряжу из статьи. Кому интересно, могу оставить ссылочку. Так, так, так. Альпак разводят в Перу как сельскохозяйственных животных для получения вот именно этой шерсти. Альпака очень доброе животное, которое не может ни укусить, ни лигнуть. А вся ее, значит, вся ее агрессия заключается только в том, что она может плюнуть. Существуют две породы альпаки. Это Сури и Оайкая. Это то, что нам важно для определения характеристик пряжи и шерсти этого чудесного и доброго животного. И помните, альпаки не страдают, отдавая нам пряжу. Стригут их в конце весны раз в год и только взрослых. Правила написания и произношения и склонения слова альпака. Строгое академическое правило ударения на последний слог и не склоняется. Иностранное слово, что вы хотите. Так что альпака, свитер или альпака 100 тысяч альпака будет неизменно. Но, вот видите, в правилах всегда есть лазейки. В непринужденном общении допускается склонение. А у нас ведь общение непринужденное. Нас никто не принуждает общаться, а вас никто. Ну и отлично. Значит, продолжим разговор про шерсть альпаки. Как нам русским удобнее выговаривать. Несмотря на то, что альпак разводили еще в древней цивилизации Америки, пряжа эта нам знакома только с прошлого века, когда ее оценили европейские модницы. Сегодня это довольно распространенный материал, хотя и довольно дорогой. Общие правила, общие свойства пряжи альпака. Альпака пряжа, как и альпака животные, очень комфортная и бесконфликтная. Что это для нас значит? Это гипоаллергенная и подходит для самых маленьких детей пряжа. Практически не колется. Подходит для всех видов изделий. Кто-то говорит, что альпака имеет оздоровительный эффект, но мы на эту тему территории не заходим. Но я думаю, что любая натуральная шерсть, она в любом случае лечебная, как шерсть собаки, так и шерсть овцы и шерсть альпака. Пряжа альпака очень теплая, в 7 раз теплее Мериноса. Потому самые теплые свитера получаются из альпака. Даже не очень большое содержание альпака в пряже делает ее очень теплой. Поэтому не стоит бояться смесовок, вот как у меня пряжа. Чисто теоретически 20% альпака и 80% синтетики будет теплее, чем 100% овечья шерсть. Шерсть альпака очень прочная. А если вспомнить, что благодаря отсутствию ланолина в ворсе шерсть слабо загрязняется, и мы будем стирать вещь реже, а это все приводит к феноменальной долговечности изделий из этой пряжи. Смотрите, сколько интересного. можно узнать всего лишь, скажем так, почитав статью об этой пряже. У меня изюмки нравятся играть с этикетками от пряжи. В чистом виде альпака не закатывается. Но какой еще довод в пользу альпака вам нужен? Может терморегулируемость вас убедит. Альпака живут в горах, где температура в течение суток может меняться от плюс 30 до минус 30 ночью. А тонкая и полая шерсть защищает их от этих перепадов. Когда вы свяжете из альпака, она будет также защищать вас, это изделие. Это выглядит следующим образом. Зайдя с мороза в тепло, вы не будете потеть от избытка тепла. Одежда из альпака организует своеобразный термос, который сохранит комфортную температуру для вас. Это будет действовать и в обратной последовательности. Выйдя на мороз из тепла, температура под условным свитером не изменится. Во всяком случае, скоро. Я поэтому и хочу связать изделие из этой пряжи для наших чихуашек. Разновидности пряжи альпака. Разделим по характеристикам сырья. Суре альпака. Смотрите, как она интересно выглядит. Она такая свисающая прядями. Напоминает собачку породы командор. Бэйби альпака, альпака, роял. Вот у меня получается роял. Суре это отдельная порода альпак. Шерсть у них длинная, скрученная в дреды и очень мягкая. Шерсть Суре не имеет острого волоса. Совершенно не колкая. Чего мы там проголодались? При всей своей пушистости. Да, бандит, тебе скучно стало? Покажи свою модную татусочку. Господи, какой кусачий малыш. Покажи татушку. Кусь! На меня кусь! Покажи татушку. Модный ребенок. Вот у нас татуфонок есть. Вчера так вылизывала свою татушечку. Пузяк маленький. Пузяк маленький. Как я без тебя скучала. Процент поголовья от всего массива альпак 5%. Пряжа редкая и дорогая. О, как. Суре, видите, редкая и дорогая пряжа. Ай-ай-ай. Бэйби альпака это не пряжа, а шерсть детенышей. Альпака до 2 лет. И не стригут вовсе. Это просто очень тонкая шерсть. Все, что имеет толщину около 22,5 микрон. Бэйби. Толще обычной альпака. Чем тоньше шерсть, тем меньше ощутим ворсу пряжи. Тем большему числу людей подойдет изделие по признаку колкости, комфортности. Потому не забудем про королевскую альпаку. Толщина 19 микрон. Мягкая, теплая и прекрасная. Дальше. Кард. Кардная альпака. Или гребенная альпака. Разделяется альпака, как и вся пряжа, по способу производства. Для нас наиболее важны два процесса при придении. Кардочесание и гребнечесание. Вся пряжа, без исключения, проходит стадию кардочесания. На этом этапе удаляется... Ай-яй-яй, меня отвлекает изюмка. На этом этапе удаляются поврежденные волоски. И пряжа подготавливается к следующему этапу. Если пряжа не проходит гребнечесание, то она относится к кардной пряже. Если гребнечесание проходит к гребенной. Кардная альпака нить значительно толще, пушистее. После второй стирки распушается. Она и так пушистая, вот даже без стирки. Намного сильнее. Кардная альпака не может быть тоньше двух тысяч. Ну вот я не знаю. М на метров с доли. На сто грамм. В среднем с полутора. Гребенная альпака проходит стадии гребнечесания. А это значит, что все волоски в нити припрятаны. Удалены не только поврежденные, но и короткие волоски. Гребенная пряжа. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. В одежде носится долго. Опять издевательство над мамой. После стирки мало распушается, не колется. Такая нить получается очень тонкой. Но именно в пряже с альпакой мы встречаем различные варианты нити. Когда гребенные нити образуют двух, трех, пяти нитку, шнурочки, ленточки. Очень популярна альпака букле. Какие же они милахи, ребят. Я бы такую завела. Альпака для детей. Ну, в общем, очень-очень-очень полезная пряжа. Статью могу оставить, чтобы видео не было очень длинным. Буду его заканчивать. И как только довяжу носочек вот с таким красивым узором, начну вязать новый узор для наших чихуашек. Если вам интересно посмотреть, что у меня получится, оставайтесь с нами. Всего вам доброго и до новых встреч на канале питомника Марине Стик. Здоровья вам и вашим питомцам.